Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями железнодорожного района, чтобы обсудить проблемы, которые больше всего волнуют людей. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Вопрос 13-й поликлиники поднимается уже не первый год. Врачей не хватает. Вот вчера у меня соседка ходила в 13-ю поликлинику, одна медсестра на всю поликлинику. У нас есть национальный проект, который называется здравоохранение. И в рамках этого национального проекта поставлены задачи, в том числе и насыщение наших больниц врачами, узкими специалистами, медсестрами, амбулаторными врачами. Могу сказать, что со своей стороны муниципалитет принял целую программу. И в рамках этой программы мы доплачиваем врачам, если они у нас работают, мы оплачиваем съем жилья, мы доплачиваем студентам, целевикам, которые потом идут у нас, трудоустраиваются в поликлинике. И многое-многое такое. Очень надеюсь, что специалисты все-таки будут задерживаться. Местные жители попросили разместить поликлиническое отделение в здании Красного Креста. Однако глава города напомнила, что это объект культурного наследия. И к огромному сожалению, по тем нормам и требованиям, которые сейчас предъявляются к объектам здравоохранения, это здание не может быть использовано. Однако сейчас разрабатывается проект по строительству новой поликлиники. Город уже определил земельный участок, на котором в случае положительного заключения возможно возведение нового объекта здравоохранения. Интерес жителей вызвали программу, по которой проводят благоустройство дворов в Самаре и очередность выполнения работ. Напомним, сейчас в городе действуют три программы формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», областная программа содействия с участием средств жителей или бизнеса и городская программа общественных инициатив «Твой конструктор двора». Программа содействия, она конкурсная. Если вы сдавали документы, соответственно, должен был пройти конкурс. Программа формирования комфортной городской среды, там очередность четко выстроена, и, соответственно, по этой очередности мы двигаемся. Актуальная тема – ремонт дорог и тротуаров. Благодаря поддержке главы региона Вячеслава Федорищева в этом году выделены дополнительные средства на обновление дорожной инфраструктуры. Это позволит увеличить протяженность отремонтированных дорог с 45 до 70 километров, не включая дворовые проезды и тротуары. Кроме того, городу добавили отдельно 350 миллионов рублей на ремонт тротуаров. Готов список участков, где будут идти работы. В этом году мы делаем тротуар Волгина от улицы Партизанской до улицы Аэродромной в нечетную сторону. Жителей железнодорожного района, в частности, интересует ремонт улицы Дачной. Полностью реконструировать и расширить улицу невозможно из-за большого объема коммуникаций, которые проложены под дорогой и которые невозможно перенести. Принято решение отремонтировать двухполосную дорогу, сделать тротуары освещения. И этот проект должен будет пройти государственную экспертизу. Как только у нас на руках будет проект, мы заходим за финансированием. Если с проектом будет все нормально, то в 2025 году мы приступим к ремонту улицы Дачной. Глава города Елена Лапушкина отметила, что каждый житель Самары может поучаствовать в развитии региона, поскольку сейчас ведется активная работа над программой социально-экономического развития области. Это документ, который определяет будущее Самарской губернии. Оставить свои предложения можно на платформе программ.самрегион.ру Обращаюсь к вам, пожалуйста, если есть такое желание, если есть какие-то хорошие, грамотные предложения, мы будем только этому рады. Подобные встречи главы города Елены Лапушкиной с жителями пройдут во всех внутриградских районах Самары. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.